Здравствуйте! Вы смотрите проект Hotline Video с Александром Иваныком. В моих руках обычный телефон Nokia X1001. Или необычный? В отличие от так и не вышедшего на наш рынок мобильного телефона Nokia X100, этот телефон поддерживает работу с двумя сим-картами. Первый телефон Nokia с поддержкой двух сим-карт. Блин комом? Давайте посмотрим. Под определенным углом X1001 можно назвать преемником X700. Скошенные боковые грани, торцы, скругленная тыльная сторона. В материалах корпуса используется глянцевый пластик, способный скрывать отпечатки пальцев. В телефоне установлен 1,8-дюймовый TFT-дисплей с разрешением 160 на 128 точек. На солнце информация остается считаемой, но, как вы понимаете, дисплей достаточно простенький. Цифровые клавиши собраны в четыре горизонтальных блока, в каждом из которых по три кнопки. При нажатии на клавиши издается характерный звук. Минусом можно считать близкое расположение блоков клавиш, в щели между которыми сбивается грязь, а вычистить ее оттуда не так-то и просто. Горизонтальные блоки клавиш разделены резиновой вставкой, едва ощутимой при слепом наборе. На левом боку находятся три продолговатые клавиши управления музыкальным проигрывателем. Пользоваться ими удобно. На противоположной стороне разъем для карт памяти microSD. На верхнем торце стандартный аудио и разъем для зарядки, а между ними фонарик. На нижнем торце прорезь микрофона и выемка для снятия задней крышки. Под ней размещается аккумулятор емкостью 1320 мАч и достаточно большой динамик. Доступ к сим-картам осуществляется традиционным для большинства телефонов Nokia способом. Интерфейс телефона достаточно прост и понятен. В режиме ожидания навигационная клавиша отвечает за четыре действия. Для доступа в меню используется левая клавиша, а для меню «Актив» – правая. Пункты меню «Актив» можно редактировать. Главное меню может отображаться в виде матрицы или списка. Мне не понравилась реализация вызова последних звонков при нажатии соответствующей клавиши, потому как для просмотра исходящих и входящих звонков приходится заходить в специальное меню, что неудобно. В остальном работа с двумя сим-картами вполне традиционна и при вызове нужно указывать, с какой сим совершать звонок или же отправлять сообщения. В телефоне установлен простенький проигрыватель. Управление плеером возможно как с помощью клавиш на левой стороне телефона, так и цифровыми. Громкость воспроизведения высокая. Для любителей быть в курсе событий в мире предусмотрен FM-приемник. Передвигаться между радиостанциями можно нажатием кнопки на гарнитуре, а вот регулировать громкость, как и с музыкальным проигрывателем, только через навигационную клавишу. Поддерживается радиобудильник. Музыкальный и радиопроигрыватель могут работать в фоновом режиме. Еще один пункт, в котором собраны развлекательные функции – игры. Всего в телефоне установлено 6 разнообразных игр. Остальные приложения собраны в меню «Дополнительные функции». Кроме конвертера, калькулятора и прочих приложений, здесь же расположена визуальная инструкция по использованию телефоном. Самое значимое преимущество X101 в продолжительном времени работы. Я начал пользоваться телефоном 9 дней назад. В третье этого времени в телефоне были установлены две сим-карты. Нельзя сказать, чтобы я довольно активно пользовался телефоном, но за это время было два часа разговоров, около сотни сообщений, прослушивания музыки и радио, и использования фонарика. По-моему, этот показатель более чем достойный. Так чем же хороша Nokia X101, спросите вы? Ведь на рынке достаточно большое количество телефонов с поддержкой двух сим-карт до 600 гривен. Отвечу – громкий динамик, продуманная эргономика, длительное время работы и различные варианты расцветки задней панели. Ну, а выбор остаётся только за вами. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok